итак поехали начнем с входа это у нас главный вход на стоит установлена железная дверь сделана дверь в стиле дверей межкомнатных и также сделан портал деревянный из добора межкомнатных дверей и обналички чтобы у нас был общий стиль здесь у нас уложен декоративный камень то есть на входной группе здесь пока вешалка у нас здесь у нас будет расположен шкаф то есть видим здесь у нас короб сделан под него будет распашную с распашными дверями шкаф с таким вот усеченным углом какие замысловатые светильники железном каркасе дают такой красивый ореол то есть принципе смотрится загадочные прикольно там в конце коридора у нас вход в спальню и в детскую здесь будет расположена картина напротив шкафа пока еще квартира небе мебелирована то есть где-то у нас дача объекта то есть завершены все отделочные работы останется только монтаж мебели поехали далее вход в туалет от ванну здесь у нас колонна в прав в прошлой квартире которая у нас находится сверху у нас здесь стенка стенка цельная как вот как на видео здесь у нас она сделан проем на противоположной стене у нас находится камин сделан искусственно короб из гипсокартона и облицован камнем таким образом камень у нас крашен и облицован затерт фугой специально для камня то есть она такая шероховатая и покрыт краской также портал сделан из гипсокартона отклеен полиуретановыми такими вот багетами и молдингами и в середину смонтирован имитация камин что делают данные камин то есть они имитируют имитируют пламя соответственно здесь у нас расположена решетка которая здесь у нас регулируется подогрев то есть может быть функция обогрева и здесь у нас расположено отверстие которым вот такая вот вещь сюда наливается вода и имеется функция увлажнения воздуха то есть при наливании воды она испаряется через этот версии получаться имитация дыма и соответственно увлажняет воздух то есть у нас функция обогрева увлажнения воздуха и декоративная функция столешницу сделали под примерно по цвет ламината из дуба браширована то есть смотрится круто получился такой классный эффект то есть у нас затемненными элементами сама брашировка также дала красивый эффект то есть столешница получилось классно далее здесь у нас будет расположен стол обеденный еще две люстры у нас не хватает по контуру расположили точечные двойные светильники и как раз дошли до верха то есть у нас здесь расположен багет и 12 сантиметров потолки потолки у нас гипсокартоном полностью ровно выровнены и багеты 12 сантиметров общая высота текущая то есть доги от потолок пола до гипсокартонного потолка у нас 250 и несмотря на то что у нас 12 сантиметровые багеты то есть многие боятся сделать большие багеты в когда потолки низки но смотрится это намного смотрится это намного интересней и визуально увеличивает высоту потолков и не нам не нужно бояться больших багетов так как это украсит ваше помещение мелкие багеты они теряются делает два сантиметра вот либо делать без них либо делать хорошие там это мое мнение потому что мелкие багет они бессмысленны они портят только красоту потолка на полу у нас ламинат также вот эта колонна центральная облицована камня здесь у нас такие часики вот это что касается зала по здесь проход на балкон такой вот порожек ламината здесь у нас была возможность так как дверь высоко плинтус у нас также 12 сантиметров напольный и это позволило нам сделать таким вот образом то языка завершить плинтусом прогнать плинтус полностью вдоль всего порога и вровень сделать вот такую ступенечку тоже идея еще один вариант выполнения данного элемента откосы выполнены покрашены примыкание обоев то есть хорошо проклеена как бы без всяких уголков это не практично ног бы в эксплуатации я думаю что это если окно не проходное ну вот то принципе с этим ничего не будет проблема богу возникнуть только вот в этих элементах да у нас на балконе то здесь вот пока еще мы ничего не делали то есть ну в будущем возможно какой-то придется сделать молдинг либо уголочек клеить здесь у нас будет расположен телевизор как видим здесь у нас розетки расположены вертикально соответственно телевизор нас будет расположен по центру такой вариант я уже рассказывал некоторых видео почему мы так решили делом что дизайн проектах часто располагают розетки горизонтально и тем самым при монтаже телевизора кронштейны не всегда бывают с центральным отверстием чтобы розетки развести по центру кронштейна и получается так что мы делаем горизонтально розетки и телевизор при навеске у нас получается либо высоко либо низко чтобы не мешала розетка соответственно расположив таким образом мы не стесняем движения то есть по телевизору можем в пределах вот этих ширины телевизора и розеток подвинуть телевизор ниже либо выше здесь выполнено такое отверстие для праву про проводки проводов которые будут следовать от тумбы к телевизору так далее у нас кухня кухня выполнена из массива ясеня верхний шар шкафчики с стеклянными витражами и с подсветкой столешница пока еще не установлена будет каменная столешница столешница еще не смонтирована пока ждем ее изготовления будет смонтирована столешница с 6 сантиметровым плинтусом поэтому мы с плиточку уже облицевали подогнали под этот размер и будет столешница с плинтусом сразу подгоняться под плитку холодильник обычный встроенный как видим то есть то что я говорил по холодильникам надо обращать внимание чтобы дверцы открывали западлицо так как видим здесь у нас холодильник западлицо со стеной естественно открывание у нас где за пылесос соответственно можно пользоваться им корректно то открывается не полностью то есть вот на градусах 100 бывает холодильнике которые дверца выходит за габариты и соответственно вы не сможете открыть ее полностью здесь сделано такая имитация полочка то есть небольшой толщины 10 сантиметров ок и внутри расположены зеркала с полками и это дает нас визуальное утолщение ее то есть как видим здесь вам кажется что она в два раза больше то есть около 20 сантиметров самом деле она тоненькая то есть это больше декоративная для бокалов каких-то стеллаж здесь также у нас тоже сложно зеркало большая то есть это уже больше как бы завершающую декоративная часть здесь у нас будет штора скрытая как и зале балкон завален к сожалению покажу хотя бы ее отделку здесь у нас стена крашена на полу у нас линолеум и стеночки выложены камни затерта белая затирка затирка должна выглядеть таким образом то есть не камень не вымазанных угарату затирается в камне потом ждем пока у вас состав чуть-чуть под схватиться то станется будку более сухой то есть него не марки то есть он не будет прилипать к пальцу либо к инструменту которым будем расшивать и только тогда мы делаем расшивку это даст нам не вымазать камень то есть все ровненько выровнять все швы и уже визуально визуально это будет намного круче чем затирают пальцем по цветному камню либо кто-то размывает кисточкой это все неправильно то есть камень должен выглядеть таким образом он останется чистый то есть это максимально простой и правильный способ торец камня у нас также отрезал облицовки камнем таких вот вещей данный камень крашен и то есть когда используем в интерьере белый камень он в любом случае краситься почему потому что затирка гипс либо это цемент разные партии разный цвет разный оттенок и он будет либо желтый либо розовый либо голубой поэтому в любом случае он краситься по наружным углам мы никогда не берем элементы угловые так как они криво склеены и склеены таким же образом то есть как мы делаем то есть это соответственно отрезается кусочек от целого и вот этот кусочек и между собой они склеиваются замазываются и красятся вот то есть также в угловые элементы они не выливаются цельными зачастую это просто также склеены элементы поэтому так что что вы сделаете сами их более качественно и ровно при монтаже чем вы купите и соответственно подберете по вашей ширине потому что допустим угловые элементы вы не подберете точно под вашу ширину допустим для данных как данном случае колонны и поэтому сделанные элементы уже самостоятельно будет более удобно и практично поэтому при облицовке просто от торцовым камешек нахлёст делаем то есть вот этот кусочек от торцован этот заводской край либо просто если у нас такую ширину то есть от торцоваться и искусственно просто делается неровность то есть молоточком и далее просто уже так как камень красится шпаклюется это все дело и соответственно получаем вот такой угол если уже камень не идет под покраску даже другой вариант то есть возможно использование угловых элементов либо уже также делается торцовывать если камень по формату отходит и друг другу подгонять заводская сторона будет наруженок наружно на наружном углу накрывать уже обрезан тоже такой может быть вариант находится кладовка либо гардеробное будущее и в ней расположены у нас щиток электрический делаем сейчас вот таким образом то есть у нас два щитка один слаботочный то есть в него сводится все витые пары телевизионные провода и здесь располагается модем здесь расположен блок розеток данном случае у нас стоит роутер и сам модем который подает сигнал в фай фай сюда также вводится розетка оптоволокна все все эти коммуникации здесь введены это очень удобно компактные провода не валяются здесь у нас расположен уже щиток электрический здесь у нас реле напряжение то есть про данный щиток и про данную электрику в данном в данной квартире можете посмотреть по ссылке в подсказках либо в описании там подробно будет рассказывать перейдем к ванной комнате ванна на полу у нас расположена плиточка под имитацию доски ванна угловая как бы плане планировалось испытывать использовать его как душевую и соответственно какая-то ванна для маленьких детей поэтому у нас здесь расположен тропический душ здесь будет радиусная шторка здесь размещен смеситель полочки с ванна обязательно устанавливаться до монтажа плитки допустим в данном случае это стопроцентное решение почему потому что плитка у нас рельеф на и вот это примыкание то сделать после монтажа плитки ванны то есть ванну установить после монтажа плитки будет очень некорректно выглядеть поэтому здесь только таким образом монтируется ванна ставится плиточка и делать компа минимальный герметизионный шов экран у нас акриловый столешница также сделана из акрила с встроенной уже раковины здесь будет расположено зеркало два бра вентилятор и обязательно выключение вентилятора делаем изнутри помещения розеточка и включение включение бра потолок у нас натяжной и плинтус полиуретановый приклеен после натяжного потолета полно выполнен таким же образом как и в ванной комнате имитация дерева инсталляция раковина по раковине когда монтируется раковина у нас без тумбочки желательно использовать вот такое подключение краном то есть чтобы эти шланги так как эта часть будет видимо шланги у нас будут не очень презентабельно выглядеть поэтому здесь используем такой монтаж на трубках хромированных и это выглядит вот так на стенах у нас кирилловская плитка с таким вот выдавленным рисуночком потолок также натяжной два светильника по 7 ватт и полиуретановый плинтус по дверцам они заслуживают отдельное внимание так как много вариантов переделали шкафов в данный вариант на мой взгляд самый практичный и удобный и красивый почему первое довод когда используются допустим дверцы распашные не люк ревизионный распашные дверцы при монтаже часто делают выравниваем стеночки все ровненько делаем дверцы от стены до стены какие минусы данного варианта у нас появляются зазоры между дверями . зазоры которые на открывание двери то есть два миллиметра слева два миллиметра справа такой же зазор у нас идет по центру и если дверцы не накладные а делают заподлицо с плиткой соответственно зазоры появляются по контур и что это какой минус данного решения почти дверцы петли либо дверцы из массива можно сделать они со временем деформируются петли также опускаются и дверцы начинают либо провисать либо опускаться то есть этот зазор начинает уменьшаться либо тереть а плитку либо в деформируются зазоры эти как бы соответственно зазоры начинают писать да и при монтаже можно допустить какую-то ошибку вот в таком варианте мы делаем от бортов очку по всем сантиметров от 7 до 10 сантиметров и делаем накладные дверцы то есть дверцы у нас на ложную на плитку естественно у нас нету зазоров по контуру центральный зазор так как двери выполнены из массива центральный зазор вот видим уже то есть сама дверца деформировалась то есть зазор у нас по центру немного сужается соответственно мы решили проблему по контурной вот этой зазорной беспорядицы вот у нас красивые примыкания по контуру и смотрится это очень эстетически красиво и просто в используем то есть открываем доступ к счету здесь у нас сантехника aqua сторож установлен проточный водонагреватель как-то так гигиенический душик и инсталляция спальня на мой взгляд получилось очень классная то есть серые тона ненавязчивая люстра также сереньких подобрана цвет обоев плафоны сами хром очень круто смотрится по мебели как я говорил еще не берем это старая кровать поэтому не судите строго то есть у нас расположена тумбочка слева тумбочка справа и проходной включатель у каждого на основной свет и отдельно у каждого свое бра здесь у нас будет расположен шкаф пока собраны полочки без фасадов здесь также будет пенал также ну имитация так как на кухне что же будет пенал с какой-то искусственные сделаны нишами скрытый карниз клинтуса напольные данном на данном объекте использовались мдф крашеные то о чем я говорил то есть это на мой взгляд идеальный вариант который максимально практичен будет и при монтаже можно его максимально замаскировать стыки как то как он покрыт эмалью и стыки можно подобрав эмаль также подкрасить зашлифовать и сделать так как он на заводе потому что пленочный как в на прошлом объекте он никогда вы не сделаете стыки невидимыми в данном случае это идеальный вариант на мой взгляд примыкание двери можно таким образом сделать и сделать так что у нас здесь здесь двое детей то есть у нас две кровати детские для каждого свое бра и вот это интересно то есть обои и заказаны под заказ то есть таким рисунком и картой мира интересное решение мне очень нравится трековые светильники в детской как бы в принципе для квартиры трек возможно кому-то не нравится но в детской я думаю что это актуальное решение почему потому что в детские дети растут и передвижение мебели намного вероятнее чем допустим какой-то спальне поэтому здесь вот допустим могут столы переставиться на другую сторону и направив свет можно направить свет можно потом так как требует сама компоновка мебели поэтому трековый свет здесь как бы в принципе актуален то есть можно светильник отвернуть на потолок чтобы в глаза не светил то есть можно таким образом сделать потому что допустим если были бы здесь точечные светильники и при отдыхе и смотреть на потолок то есть это было очень вредно для глаз здесь у нас два рабочих места для детей встроенный шкаф и с распашными дверями по поводу порожка уже было видео то есть здесь так как дверь стояла ниже мы не смогли пройти плинтусом соответственно выполнили таким образом смотрите в подсказках как делать такой порожек и там балкон у нас видим обои вот эти были уже готовые обои то есть у нас такие с кораблики воздушные шарики а эти были сделаны под заказ то есть карта была и на ней были напечатаны вот такие вот воздушные шарики под чтобы согласовать с данными обоями с решение интересное для детской очень классно балкон детской комнате фасадная часть облицована камнем стенки такой пестрый зеленый цвет для настроения поднятия настроек плинтус на балконе mdf здесь у нас была проблема изначально был наклеен дюропласт плинтус такой плинтус ни в коем случае не клеите на балкон тот который солнечной стороны здесь у нас два балкона один на северной другой на южной стороне соответственно у нас на том балконе ничего не произошло а на этом как видим постоянно палит солнце и адски нагревался балкон и и соответственно этот дюропласт на вот это расстояние здесь у нас 3 метра выгнулся оторвало и выгнулся до середины помещения то есть расширение на вот это расстояние около сантиметра было поэтому и с этим расширением вы ничего никогда не сделать то есть представляете на 3 метра сантиметр какие зазоры должны быть здесь деформационные здесь и там чтобы эту деформацию убрать поэтому дюропласт как бы ни в коем случае на балкон и там где жарко или большие перепады температуры не использую поэтому для этого мдф либо обычный пластик такие вот использовались здесь роллеты очень прикольно для поднять поднимают настроение то есть очень классно смотрится то есть у нас такие типа ромашки зеленые голубые желтенькие для детской очень классно по поводу сушилки так как на балконе открываются практически все окна и повесив сушилку таким образом как все окна будет ее цеплять здесь у нас одна часть глухая как вы приняли решение сделать только там поперек то есть которая не будет мешать открыванию окон спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь на канал не забывайте ставить ставьте лайки поддержите канал и мы выпустим еще будем стараться для вас искать интересные проекты и снимать их побольше до свидания